Библейский портал экзегет.ру представляет Миссия Церкви есть в возвещении неповрежденного Евангелия людям, которые находятся за пределами православной Церкви. Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем 11 главу. Услышали апостолы и братья бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился в выступлении и видел видение. Сходил некий сосуд, как большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, присмыкающихся и птиц небесный, и услышал голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос, вторичность неба, что Бог очистил того, «Ты не почитай нечистым». «Это было трижды, и опять поднялось все на небо». По сути, апостол Петр здесь пересказывает иудеям, которые начали упрекать за то, что он ел, иудеям-христианам, которые начали упрекать его за то, что он ел с язычниками, пересказывает историю, которую мы с вами уже читали в предыдущей главе. Она рассказывает о обращении Корнилия Сотника. Что же здесь? Что это за история? Почему апостол Петр как бы старается оправдаться перед иудеем? На самом деле это не оправдание, это объяснение. Объяснение того, что произошло с ним. Объяснение, почему он нарушает незыблемый, казалось для иудеев, закон кашрута, закон о вкушении чистой и нечистой пищи. И он им говорит о том, что это видение не означает только теперь уже, что будет принято в дальнейшем апостольским собором 52-53 года, когда зашел вопрос, об этом мы еще рассмотрим подробно в 15 главе 28 стихе, когда зашел вопрос о том, как принимать язычников в церковь, то церковь под председательством первым среди равных апостолом Яковом собралась вместе, был собор, и они решили. И постановили, и сказали, «Изволяйся нам и Святому Духу не налагать на вас никакого бремени, кроме, и, перечисляется, не вкушать, удавлены, крови, воздержится блуда, и, как говорят дальше, как хотите, чтобы с вами поступали, так вы поступаете с другими, будьте здоровы». Такое было определение собора. Ни слова не сказано о нем, о чистой, нечистой пище, только удавлена и кровь. Это был запрет, потому как эти ритуалы, особенно то, что касалось крови, они используются язычниками, которые приносили кровь животных и вкушали ее своим идолам. И вот мы видим с вами, что апостол Петр объясняет, что дело здесь даже не в пище, потому как ему было это видение, и далее он говорит о том, чтобы, объясняя это видение, чтобы я, говорит, не гнушался общением с язычниками. Мы помним, как и Господь Иисус Христос общался с язычниками и с самарянами, которые были, в общем-то, полуиудеи, там было кровосмешение в Илонском плену. И он не чурался этого общения с людьми другой веры и с людьми другой национальности, о чем апостол Павел воскликнет уже позднее, что во Христе Иисусе нет ни ель на ни иудеи, ни раба несвободного, ни мужеского, ни женского пола, но все во Христе, то есть все верующие во Христе суть едины. Поэтому так и начинается эта 11 глава. Здесь сказано, что язычники приняли Слово Божие, и на них сошел Святой Дух. Значит, они уже не чужды были Христу, значит, они уже были христиане, и поэтому не было никакого воспрещения, даже с точки зрения иудейского, если празелит уже стал, в общем-то, по иудаизму празелитом стал, иудеем принял закон, то с ним уже всякое общение разрешалось. А здесь говорилось о том, что они уже приняли Слово Божие и уверовали. Так апостол объясняет. В 12 стихе так и говорит. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Когда пришли там люди к нему, об этом говорится в 11 главе, все эти события мы уже рассматривали, я просто их напоминаю. Пошли со мной шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Смотрите, он говорит шесть братьев, а он был седьмой. Он был седьмой. Вот все это говорит о том, что мы помним Дни Творения, шесть дней, седьмой день, Бог закончил, завершил все творение. А далее помним о том, что есть семь таинств церковных. А, между прочим, и в римском праве было это число семь, когда творилось какое-то правосудие, то там было семь печатей ставили. То есть в Древнем мире это было некое число полноты свидетелей. И когда совершался суд, между прочим, над кем-то в том же римском праве, должно быть не один, не два свидетеля, а именно семь. И в этом смысле апостол Петр здесь и как бы так говорит, что есть вся полнота свидетельства о том. И он сказал, что в доме ангел, который встал и сказал им, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты, спасешься ты и весь дом твой. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». То есть он им объясняет, что благодать Святого Духа, она их соделала уже христианами и причастными к Церкви Божией. Говорит, как и на нас. То есть они теперь такие же христиане. Бог промыслом своим соделал это великое чудо. Но заметьте, братья и сестры, не оставил и здесь бесчеловеческого, если так можно сказать по-человечески, бесчеловеческого наставления от апостола Петра, который был призван сам. Не сами они по себе там получили Святого Духа, не сами по себе выбрали какого-то там начальника или предводителя их организации, да, там и назвали ее движимой Святым Духом. Нет. Апостол Петр приходит к ним. Он их принимает. Он их воспринимает. Он их присоединяет, потому что он апостол. Он дает свидетельство тому, что и они христиане. Он дает свидетельство тому, что и они теперь вошли в полноту церковного общения. Это очень важное замечание. Очень важное замечание. Кто понимает, почему, слушающий, как сказано, да разумеет. Итак, тогда вспомнил я слово Господа, продолжает он, как он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Действительно. Он говорит, что я теперь уже, или вы с теми предписаниями и законами, если уже Бог их принял, и Он сам указал на них. Наше дело теперь только принять. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Это очень важные тоже слова, покаяние в жизнь. Но сама эта история, на самом деле, для иудеев, она не была какой-то новой или лежащий слух, то, что им рассказывает такое введение, то есть такую аллегорию, где Бог позволяет общаться с язычниками и не пренебрегать общению с язычниками. Мы знаем, что такие истории были известны иудеям, например, лестница Иакова, лестница Иакова, когда он был на пути и шел на встречу, убегая от своего брата Исава. И известное введение сны, например, Иосифа Прекрасного, когда он видел снопы вокруг и объяснял это все братьям своим. И также разъясняя сны фараоны. И множество-множество таких историй можно найти в Ветхом Завете. Поэтому для иудейского слуха это было совершенно понятно, о чем здесь идет речь. Речь не шла просто о чистой и нечистой пище. Речь не шла об отмене закона Кашрут. Снова повторю, это будет позже, уже на Иерусалимском соборе. Но здесь как бы иудеи только вчера еще были иудеями, теперь они приняли христианство. И для них, как для неофитов, многие вещи казалось, что надо, в общем-то, соблюдать. И обрезание, и чистой и нечистой пищей. Вот сейчас Господь подготавливает их сердца для того, чтобы не чурались общение с язычником и подготавливает к тому, что произойдет на Первом апостольском соборе. И мы читаем далее. Выслушав, они успокоились, как сказано, и говорят, что и язычникам убедились то, что Бог дал покаяние в жизнь. Потому что тогда иудеи думали о том, они как частично еще, опять же скажу по своему неофиту, воспринимали слова Христа. Помните, когда Господь сказал ученикам, к язычникам не ходите, а идите на Ипачи к дому Израилю, к погибающему дому Израилю. Но потом, наверняка это ходило, как предание среди апостолов, среди его учеников. Но потом он уже говорит, помните, перед Днем Пятидесятницы, это Деяние апостолов, первая глава, четвертый стих и далее, говорит о том, что «А теперь идите даже до края земли и до Самарии». Теперь уже идите научите. Раньше он говорил, к язычникам не ходите. Вот как звучат эти слова. Он же сказал им, «Не ваше дело, знаете, времена и сроки, но вы примете Дух и Святой». Вот восьмой стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух и Святой и будете мне свидетельствами в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и до края земли». Итак, между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшие после Стефана, помним эти истории, когда началось гонение на церковь, прошли по Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слоя, кроме иудеев. Было же некоторые из них, киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса. Видим, что проповедь была обращена и к еленам, но здесь подчеркивается, кто им проповедовал. Киприяне и киринейцы, то есть люди, которые были, в общем-то, по национальности с ними одинаковы, одной национальности, и с другой стороны, они были уже христианами, но когда-то тоже пребывали в этом еленской ереси. А теперь они им благовествуют. А почему так? Потому что они им говорят их вещи на их понятном языке. Это очень важная подсказка для миссионерского служения. Так действовали, и если почитать историю русской миссии, то мы видим, что, например, с Валаама на Аляску и Герман Аляскинский и другие суровые места отправляли именно миссионеров, которые были, даже учитывалось это, знакомы с климатом, достаточно суровым. Не отправляли, например, в Средиземноморье, сложно было бы на Северном море выжить в таких условиях, в таких морозах. Все это учитывалось, и здесь, тем не менее, конечно же, также и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Мы видим, что успех миссии здесь имел большой. Сказано, что многое, великое число, даже не называется какое, но великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух Асем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Апостол Варнава идет в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Смотрите, еще очень важное замечание в 22 стихе. Сказано, что не просто Варнава сам встал, ну, я теперь пойду на дело миссии. Нет, Иерусалимская церковь тогда была такой основной, правящей, скажем так, где был правящий, как бы сегодня сказали, архиерей, то есть правящий апостол, апостол Иаков, там был собор, как бы сегодня сказали, сенот. Все они посоветовались, кого лучше отправить, отправляют в Варнаву. Отправляют в Варнаву, в Антиохию, по многим там причинам. Свидетель Анзо Тауст пишет, что Варнава был достаточно добрый сердцем и мягкий человек, нерезкий в своей проповеди, и они решили, что вот к Еленам хорошо отправить такого, нерезкого, не обличающего, а именно мягко умеющего общаться с этими, в общем-то, сильно много мнящими о себе людьми. Потому что всякие философы, они очень думают много о себе, думают, что постигли всю мудрость, да, и все знания, и вот им к ним нужен особый подход. Да, так, 24 стих, он, кстати, это подтверждает, слова сказаны выше, в нем сказано, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого. Видите, не только добрый, но и исполненный Духа Святого. И веры, и приложились довольно народу Господу. То есть, видим, что кратко евангелист Лука здесь описывает эти события. Я вам скажу, почему не описывается более подробно и пространно. Ну, представьте себе, раньше книга печатала, ну, книг-то не было, это были папирусы, самый длинный из них там был, ну, 10 метров, не больше, эти свитки было очень сложно хранить, тем более, их нужно было как-то переносить в определенных там колбах, глиняных. Поэтому, каждое слово, которое вписывалось, и вся информация, которая записывалась, она несколько раз обдумывалась, как ее лучше выразить. Конечно же, Дух Святой давал премудрость этим людям, для того, чтобы запечатлеть все лучшее, как бы вот сказали сегодня те же философы, квинтэссенция, что ли хотите, то есть самое лучшее, самое важное, самое необходимое. Поэтому, так и говорится, что он был муж добрый, исполненный Дух и Святаго, и веры, и, видите, и сразу говорится, не говорится, как он проповедовал, и о чем говорил, ну, приложился довольно народу Господу, то есть сразу говорится о итоге. Тем не менее, будет рассказано и о проповеди, но здесь вот так одним стихом выражен сразу итог. Потом Варнау пошел в Тарс, искал Савла. Савл, как свидетельствует предание, 9 лет проповедовал в Тарсе, проповедовал иудеям, но ничего не говорится о его там миссии, скорее всего, она была не настолько успешной среди иудеев, потому что его многие презирали, как сказано, нет пророка в своем отечестве, к нему относились несерьезно, потому что раньше он был член Синедриона, гонитель христиан, теперь в дух проповедовал, и поэтому его там все знали в его горы, если он был тарсянин, и поэтому вот так вот, да. Потом Варнау пошел в Тарс и искал Савла, найдя его, привел в Антиохию. Тот же святитель Анзлатаус спрашивает, а зачем Варнау искал Савла, зачем он ему был нужен? Потому что Варнау считал, что апостол Павел, он более опытный проповедник, и дело миссии, которую он начал в Антиохии, будет более успешной, если он бразды в этой миссии, то есть как бы начальником миссии, воздвигнет и попросит быть апостола Павла. Так оно и было. Вот это очень важное тоже, братья и сестры, замечание, о том, что если у кого-то что лучше получается, и мы это действительно видим, то надо ради дела Божия уступить место тому человеку, который, мы видим, что он действительно успешен в миссии, и действительно аудитория, или люди, или еще по каким-либо критериям, он воспринимается лучше, и дело Божие не страдает. Поэтому не надо здесь упираться, как бывают некоторые по зависти, или по любопрению, или по самолюбию, самовозвешению, или по тщеславию, держаться так прочно за какие-то свои места, да, за те послушания, которые им дают. Конечно, надо выполнять послушания, но если видим мы, что этот человек более способен, пойдем мы в священноначале и скажем, скажем, вот это вот более способно, вот он лучше бы смог сделать вот это то, что вот это, а я бы вот занялся этим. Апостол Варнава это видел, он приводит туда Савла, и целый год, как сказано, собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Видим, что успех очевиден, целый год апостол Павел учит, первые в Антиохии начинают называться там обращенные этого города называются христианами. Надо сказать, что Антиохия был город достаточно богатый, ну, а где богатство, там и разврат. Это был развращенный город, он был назван, его назвал Антиох, греческий предводитель, по имени своего сына. Его тоже звали Антиох, эта традиция была, как помните, Каин называет по имени своего сына. Тоже город, да, который он построил, первый город. Далее, что здесь еще интересно, как возник этот город, греческая мифология рассказывает о том, что была такая богиня Дафна, она дала обет целомудрия, в нее влюбился Аполлон, ну, Ах, Аполлон, Ах, Аполлон, где Аполлон, там попробуй мне отказать, и он начал к ней, в общем-то, говоря, обычным таким языком, домогаться. Ну, Дафна ему отказала и обратилась за помощью к Зевсу. А Зевс узнал об этом, как-то жалобы не очень... Да, он изнасиловал ее, Аполлон, это вся греческая культура и красота ее, но Зевсу это не понравилось, что она вроде как жалуется, и превратила ее в лавровый куст. Поэтому Дафна дословно переводится как лавровый куст. И недалеко от этого города, от этого места, впоследствии, вот Антиох начинает строить этот величинный город. Город находится примерно 25 километров от Средиземного моря, это сегодняшняя современная Турция, да, место осталось. Река Орд, по-моему, в древности называлась так. И город был такой, знаете, как некая Венеция, был остров посередине, он огибался рекой, роскошь, пьянство, разврат, царили в этом городе. Я это говорю для того, чтобы было понятно, так, примерно исторический фон, где проповедовали апостолы. То есть, это была непростая проповедь, это было не так легко, даже, может быть, как среди иудеев, слух которых уже был подготовлен, потому что они знали Ветхозаветное Писание. Это все построено на этой мифологии, главное в жизни, что, конечно, не жертвенная любовь, что, комфорт. Думаете, мы ушли далеко от этого? Нет. Сегодня как говорят? Ну что, сделаем это? Говорят, ну давай, ну а сколько встретимся? Ну как тебе комфортно? То есть, в общем-то, ничего не изменилось. Некоторые люди говорят, а что, это плохо, что ли, если комфорт? Нет, неплохо, но если это во главе угла, то это, в общем-то, ужасно. Здесь о жертвенной любви и служении Богу и ближнему речи идти не может. Здесь каждый поступает, как ему хорошо. Да, в те дни, как далее говорится, пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Вот это очень важный момент. Кто такие были эти пророки? Тогда, как об этом пишут многие отцы, и свидетели Орелий Леонский, это подчеркивает, и другие отцы древние, что пророчество тогда еще не утихло. И вот пророки, это были такие проповедники, у которых был дар, вот как дар иностранных языков был дан временный апостолам, потом он уже, к третьему веку он исчез, потому что появились, в общем-то, церкви уже со своей идентичностью, со своим языком, так называемой автокефалией, которые приняли Слово Божие и говорили с людьми на понятном языке, а иностранный язык давался потому, как проповедник иностранцев, если ты не знаешь языка. Поэтому апостолам он был тогда дан. И дальше мы видим, что пророки, они говорится, даже в книге Дедаха, 12 апостолов, что они имели определенное служение. Они могли переходить из города в город, это были своеобразные миссионеры. Им даже, те, которые были обличены священным саном, им даже было разрешено совершать литургию на тех местах, на которых они останавливались, и они могли, да, вот, преломлять вечерю, у них была особая такая привилегия. Но, опять же, в II-III веку такие пророки уже исчезли, потому как церковь, опять же, скажу так, она обрела уже во многих регионах свой национальный авторитет, и знаний языков, и обычаев, где, обычаев народов, где она уже проповедовала открыто, и нужда в таких пророках отпала, и они так уходят с горизонта, скажем так, истории апостольской церкви. Итак, один из них, его звали Агав, стал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесарь Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям живущим в Иудии. Что и сделали послав собранное с пресвитерами через Варнаву и Савла. Мы видим, что Агав предсказывает о голоде. И что интересно, что здесь церковь только что еще образована в Антиохии, она собирает пожертвования, помощи братьям и сестрам в Иерусалиме. Мы видим, что они не были, как о них сказано, что вот в этом богатом городе они не так уж были и богаты. Сказали, каждый по своему достатку. То есть, может быть, кто-то и был среди них и богат, но каждый по своему достатку. То есть, о чем это говорит? Говорит о том, что в церкви все делалось разумно. Если человек бедный, он мог дать столько, сколько он мог дать. Кто богаче, давал побольше. Но главным мотивом этого служения, служения, милосердия, было именно то, что они были христиане. Вот это надо не забывать. Недаром, не зря здесь сказано о том, что впервые здесь они начали называться христианами. Поэтому хочется сказать нам с вами, братья и сестры, сегодня, христианами надо не только называться. Вот это их дело милосердия показывает, что христианинам надо еще и быть. Потому, как сказано у апостола Иакова в соборном послании, что вера без дел мертва. Иакова Иакова Иакова